Это когда уходишь на перерыв перед старым таймом, и тебе на 44-й минуте, на 43-й забивают гол. Это выражение называется «гол в раздевалка». Ну, отскок в футболе – это когда, например, одна из команд очень владела ситуацией, так скажем, футбольной игрой, но по каким-то причинам победила другая команда. Это значит, что отскочила, в общем, та команда. Итальянская система футбола придумана в Италии, которую подхватили во всем мире. Это когда, например, ты ведешь в счете 2-0, вроде бы все, в принципе, понятно и ясно, но на какой-нибудь там 75-й минуте забивают тебе 1-2-1, потом еще натиск идет на твои ворота, и там уже чуть ли не забивают тебе. И тогда, когда уже игра заканчивается в твое поле, 2-1, так же, и заходишь в раздевалку с ребятами, и тренер, например, говорит, ребят, так, типа, до такого доводить нельзя. Ну, и, соответственно, называется вальдольный матч. Горчичник — это называется, когда получаешь желтую карточку. Это такой предпоследний пас, перед которым забили гол, так скажем. Это когда ты свои ворота оставил в неприкосновенности, тебе не забили. И вратарь, можно сказать, сегодня сухарь, команда, защитники. Ну, вся команда может сказать, что сегодня мы сыграли на ноль. Это имеется в виду сухарь. Удар молокой — это там даже не 2 метра от ворот, не 3, не 5, а вообще там какой-то срезался, я улетел за трибуну, называется молокой. У нас есть традиция, да, мы становимся в круг, и один из членов команды говорит какую-то речь. Мышелов — это вратарь, который все пропускает, все, что не летит в него, рядом, называют Мышеловым. Четыре забитых мяча, желательно одного футболиста. Называется покер. Четыре забитых мяча. Продолжение следует...